20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Легко ли стать известным блогерам? Можно ли научиться этому у настоящих звезд Инстаграма, количество подписчиков которых насчитывает десятки, а то и сотни тысяч человек? Ответить на этот вопрос решили участники проекта «Битва блогеров». О том, как разворачиваются события, следит программа Beauty Time. Все равно, если исключение, есть какие-то там реально труда, Инстаграм, но при этом все равно мы и выкладываем, когда у нас хорошее настроение, когда мы классно выглядим, когда мы хотим что-то про себя рассказать. Это снова «Битва блогеров». В команде Ксении Нагаевой и Дарьи Белла в основном начинающие блогеры, которые хотят писать о жизни в духе своих популярных наставников. Я вообще по образованию программист, поэтому любые соцсети я всегда как бы… Мэйлру сначала был, потом ВКонтакте, конечно же появился Инстаграм, я впереди планеты всей, надо регистрироваться. Когда только Инстаграм появился, у меня там не было никакой стратегии, никакого контент-плана, естественно. Но сейчас, так как Инстаграм — это вообще большая часть моей жизни, потому что у меня агентство, и мы занимаемся тем, что продвигаем разные компании в социальных сетях. И я не могу там вообще из своей жизни его исключить, и поэтому, конечно, смотришь за трендами, смотришь за тем, что актуально, смотришь за разными компаниями. Вообще, то есть, ну, приходится просто, потому что по работе… Ну, в смысле, не приходится, мне это все нравится. Вам придется сто раз снять разные stories, сто раз выложить контент, который, может быть, никто даже не прокомментирует. Это нормальная история, но вы тем самым себя каждый раз будете улучшать, и что-то у вас в конце получится какой-то классный, идеальный продукт, который будет ваш. И очень хочется, чтобы вот именно рассказать, как это классно, как это быть естественной на камеру, потому что интернет пестрит, это все блогеры, все их хаида, они не настоящие. Они там нам вот продают какую-то суперненастоящую жизнь. Постоянно мне знакомые мои подписчики говорят, так классно на тебя смотреть, мы тебя знаем, и это же реально все так. Вот что-то выкладываешь, у тебя действительно все, ты даже какой-то, ну, там, свои неудачи все равно с какой-то жизнерадостной позицией. И именно вот этого настоящего сейчас, мне кажется, не хватает. Я больше, конечно, затру Инстаграм за настоящую жизнь, и, собственно, в своем Инстаграме я это пропагандирую. То есть если я, у меня бывают не очень дни, да, там, я могу проснуться в плохом настроении, я могу выложить сториз, что у меня плохое настроение, я могу выложить там сториз, что я не накрашенная. Это нормально, я не хочу создавать образ, что у меня всегда все классно, я всегда улыбаюсь, и мне все так клево, я так путешествую. И вот, посмотрите, пожалуйста, и все позавидуете мне. Конечно, я такого не хочу делать, потому что это просто, ну, мне не близко. Эти встречи с телефонами в руках в жизни участников уже стали привычными. Задания от организаторов, советы и рекомендации по выполнению и коллективный разбор полетов. Мы, когда увидели свою команду, мне кажется, это самые милые котики. У нас в команде есть один парень. Это вообще плюс, когда парни тянутся. Половина, как обычно, я хочу стать блогером, но я вообще ищу себя, помогите, девочки мне. Ленивые, конечно, есть такие, не знаю, чего хотят. Но мы пришли сюда работать, вот я донести людям, что как вести Инстаграм. Потому что команда, на самом деле, очень крутая. И я вот искренне верю в то, что все равно люди всегда подбираются к тебе. Те, вот, которые тебе, ну, может быть, сейчас нужны, там, или ты, которым нужен, или, ну, в общем, близкие, да, тебе по духу. Ругались за то, что, конечно, все недисциплинированные. Потому что все равно мы с Дашей такие лояльные, такие, да, активные, такие позитивные. И вот все равно, вот больше, да, вот, там, типа, делай, как чувствуешь. И все равно я с этим и в жизни сталкиваюсь, что это очень расслабляет людей. Но мы сейчас уже немножечко поменяли там стратегию. И говорим, что так, все, есть четкие сроки, все прописали. Вот так вот, вот так вот, вот так вот должно быть вот так вот. Все равно это битва. И, конечно, когда ты еще с другими командами, конечно, я иногда говорю себе, ой, но победа не главное, главное участие. Но, конечно, хочется победить. 100% постпроекта они найдут себя именно в Инстаграме про что им писать и что именно заходит. А дальше уже все зависит от них. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Все, поехали. Эту методику называют русской йогой. За ее способность обеспечивать нагрузку и вместе с тем восстанавливать, реабилитировать и оздоравливать организм в целом. При микродвижениях идет расслабление. Ищем места, где есть напряжение. А когда мы расслабляемся, то есть мы, естественно, включаем в работу мышцу, которая была отключена. Инструктор методики под названием суставная гимнастика, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александр Чернов на личном опыте знает, насколько это важно. После очередной травмы попробовали пару упражнений. За 30 минут мы прошли боли, которые врачи, по крайней мере, мне говорили, что вообще две недели нельзя трогать. Уже доказано, что связки и мышцы могут держать колоссальные нагрузки без костей даже. То есть связка там до, по крайней мере, как написано в книжке, до двух тонн вывозит нагрузку, а мышцы до 400 килограмм. На первый взгляд, незамысловатые движения обеспечивают весьма эффективную нагрузку, которую почувствуют даже те, кто регулярно занимается фитнесом. Первая мышца, которая устает, значит, она слабая. То есть ее нужно подтянуть, как бы, включить в работу, так сказать. Потому что есть мышцы, которые отключаются и не работают. Это самая главная ошибка в занятии фитнесе и вообще в реабилитации. Нужно узнать, работает ли мышца, чтобы ее тренировать. Ну и также упражнения эти попробуйте минут пять поделать, и вы поймете, что они не такие простые на самом деле. Техника выполнения упражнений суставной гимнастики – вопрос индивидуальный. Зависит от физического состояния и поставленных целей. Каждый человек напряжен по-своему, либо расслаблен по-своему. Мы делаем групповые занятия. Люди делают одно упражнение, но делают по-разному. А со временем это, ну, как человек расслабится, так и будет у него своя техника. Суставную гимнастику сравнивают с йогой еще и потому, что здесь важно не просто выполнять механические упражнения, а чувствовать реакцию мышц, суставов, находить баланс внутреннего и внешнего. Это может быть и эмоциональное, и духовное развитие. Не только всего тела, но и ума. Потому что человек, ну, естественно, прямой позвоночник, пожалуйста. Ты мыслишь ясно и думаешь, и у тебя настроение не меняется. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Дорогие друзья, я прилечу в Челябинск 5 марта и выступлю у вас с новой программой иконы моды и стиля 20 и 21 века. До встречи в Челябинске 5 марта. Городской бал с историческими танцами. Еще недавно это воспринималось как нечто экзотическое или экспериментальное, а сегодня стало настоящим долгожданным событием, которое собирает поклонников ретросветских вечеринок. О том, как прошел очередной бал, знает съемочная группа «Бьюти Тайм». Торжественная обстановка, классическая музыка, таинственные маски. На один вечер участники бала погрузились в атмосферу прошлого. Программа вечера состоит из трех частей. Танцы эпохи Возрождения, барокко и 19 века. В этот раз основной стала тема любви. На сегодняшнем балу у нас ниточка любви протягивается от эпохи к эпохе. И, соответственно, это будут экранизированы, так скажем, на нашем мероприятии истории знаменитые любовные. Мы не за то, чтобы прям делать реконструкцию каких-то эпох. Мы за то, чтобы культуру того времени внедрять в нашу современность. Мы делаем акцент только на самих танцах. Особый подход к организации бала – задействовать всех без исключения гостей. Есть танцы, которые легко исполнить на месте, но есть и те, которые требуют специальной подготовки. Перед балом в течение двух месяцев идет танцевальная подготовка. Участники и участницы приходят и изучают танцы всех эпох. Пальцы, кадрильи, катильоны, контртанцы. Мы студенты Института культуры, хореографического факультета. И историко-бытовой танец – это одна из дисциплин, которую мы изучаем. Более предпочтительны для нас кадрильи. Потому что очень долго мы их изучали, и очень они нам полюбились. Пышные платья, парадные мундиры. Без всего этого праздник не стал бы столь атмосферным. Кстати, выбор нарядов – это отдельное событие, причем не менее эмоциональное. Это платье балерины из балета «Золушка». А у меня с детства была мечта быть балериной. Мне казалось, что по комплекции я совсем не подхожу. И тут на меня нашло платье балерины. Это был такой восторг, я уже не хотела никакого другого платья, поэтому я была счастлива. Я это платье не подбирала, оно ждало момента, когда наступит у нас в городе такое мероприятие, куда его можно одеть. Четыре года оно висело в гардеробе, оно участвовало в замечательном конкурсе. Платье города было одной из номинантов. И вот, в общем, нашла ему применение такое платье «Золушки». Если одни гости реализовали свои детские мечты, другие подошли к созданию образа с точки зрения исторической достоверности. Королевы именно ходили вот в таких платьях, вот с такой прической. Придворные ходили вот в таких прическах, вот в таких платьях. То есть я максимально подошла к этому вопросу, серьезно. Это мундир офицера 18 века. Стилизованный, конечно, не совсем полностью, потому что он выходит, этот мундир, на сцену оперного театра. Как и в 18 веке, в наши дни танцы на балу – это игра, повод для флирта и способ познакомиться с приятными людьми. А еще это возможность перенестись во времени, проведя вечер без телевизора и соцсетей. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Далее о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда-то этот стиль назывался авангардным, где конструктивные линии, увеличенные объемы поначалу действительно выбирали только самые смелые. Но за те годы, пока дизайнеры приучали нас носить подобные модели из категории экстравагантных, они перешли в базовые, став своего рода классикой. Произошло это в каком-то смысле благодаря популярности увеличенных объемов. В наши дни одежда оверсайз стала вполне привычной. С чужого плеча сегодня носят и платья, и костюмы. Кстати, степень экстравагантности можно дозировать, если носить деконструктивные вещи с более привычными предметами стиля кэжуал. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана приглашают 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля. Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие. Билеты в городских зрелищных кассах. 13 марта с единственным концертом в Челябинске выступит знаменитый музыкант, искусствовед, педагог и просветитель Михаил Казиник. В программе «Я обнимаю вас музыкой» принимают участие Татьяна Тутынина, виолончель, Вячеслав Зубков, фортепиано, Борис Казиник, скрипка. Концерт состоится в учебном театре Института культуры. Билеты в кассах города. Тема ювелирных украшений обязательно становится актуальной в преддверии каких-либо крупных праздников. Ну а если говорить в целом об этом виде прикладного искусства, то там существуют свои тенденции. О том, какие камни, какие дизайны, какие сочетания, сегодня в тренде рассказывают ювелирные эксперты. Ювелирные тенденции не так изменчивы, как мода в целом, но все же и они зеркально отражают настроение времени. В век высоких технологий и синтезированных материалов особую ценность обретает все натуральное. Много сейчас представлено на рынке искусственно выращенных и синтезированных камней. Мы решили отличиться. У нас натуральные камни в золоте, в серебре также натуральные камни в золоте, более редкие экземпляры, в серебре даже есть необработанные совершенно камни. У нас на каждое изделие имеется сертификат. Сертификатом подтверждено и месторождение, и характеристики все камни в заключении гемолога. Это черный опал, камень магии. Это очень редкий камень, его в золоте ты очень редко встретишь в серебре, тем более. Здесь очень интересные серьги, видите, они асимметричны, они разные совершенно. Единственное, что одинаковые камни черные опалы. Называется этот комплект серьги и браслет струны космической любви. Ювелирное искусство тесно связано с традициями, одна из которых носить обручальные кольца, на чем, кстати, совсем не принято экономить. Есть обручальные кольца, но они тоже эксклюзивные, они тоже авторские. Сейчас хотят чего-то необычного, чего-то интересного. Обручальные кольца с разными видами металлов, допустим, красное золото, лимонное золото, белое золото. Хотят каких-то интересных решений дизайнов, авторскую работу, какие-то необычные вещи. Не хотят уже одинакового, как у всех. Хотят что-то нового, хотят отличаться. Девушки покупают с бриллиантами обручальное кольцо, мужчины точно такое же, только без бриллиантов. Что же касается именно тенденций ювелирной моды, сегодня в профессиональных кругах все чаще обсуждают такие минералы, как танзанит, спесартин и турмалин параиба. Турмалин параиба – очень редкий, красивый камень. Он найден в окрестностях параибы. А танзанит, его носила Эльзабет Тейлор. Это камень богатых людей, считается, если он крупный, свыше пятикарат, он такого веселькового цвета, синий, фиолетового. Он в Танзании добывается, и сейчас уже как бы месторождения истощаются, и очень мало осталось. Он ценится весь, но крупные камни свыше пятикарат ценятся очень высоко. Кстати, изменению за последние годы подвергается и ювелирный этикет. Благодаря тенденции сочетать несочетаемое, сегодня позволительно носить драгоценности буквально каждый день. Вот вы проснулись с утра, вы видели свои украшения, и под настроение, что вам захочется, что вот прям на вас смотрят, прям этот камень, он вас выберет с утра. И пользуйтесь этим каждый день, живите сегодня, сейчас. Все сюжеты Бьюти Тайм, новости и анонсы событий, ищите на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!